И в завершении выпуска о необычной экспозиции, которую могут увидеть казахстанцы в музее Актау. Там впервые презентовали останки древнего ихтиозавра. Вымерший вид 113 миллионов лет назад обитал в океане Тетис. Кости и зубы доисторического морского пресмыкающегося были обнаружены в Мангистауской области в 2019 году. По ним и воссоздали скелет ящера. Как выглядит экспонат, который собирали буквально по крупицам, расскажут мои коллеги. Останки ихтиозавра были обнаружены на территории нашей страны еще пять лет назад. Кости древней рептилии находились в 15 километрах от села Щитпе Мангистауской области. Тогда ученые планировали в точности воссоздать его скелет высотой в 6,5 метров. Однако для музея экспонат был бы слишком объемным. И только сейчас здесь решили собрать реконструкцию высотой в 1 метр 70 сантиметров. На работу ушло почти полгода. Это был хищный вид морских пресмыкающихся. Их главной особенностью стало живорождение, когда детеныш развивался в утробе матери. Еще один необычный факт заключается в том, что ихтиозавры дышали легкими, а не жабрами, как рыба. Стоит отметить, что современный Мангистау расположен на месте древнего океана Тетис. В нем и обитали ихтиозавры 100-113 миллионов лет назад. Глобальное потепление привело к кислородному истощению океанических вод. В результате чего ихтиозавры, не приспособленные к климатическим изменениям, вымерли. По словам исследователей, ихтиозавры плавали под водой с высокой скоростью и умели очень глубоко нырять. Общая длина водного хищника превышала 6 метров, а размер конечностей достигал 2 метров. Ихтиозавры выглядели устрашающе, но мне очень интересно окунуться в доисторический мир. Это удивительно. Мы не могли поверить, что в нашем музее действительно есть такой уникальный экспонат. Оказалось, правда. Останки животного археологи раскапывали на протяжении месяца. Для необходимых исследований были приглашены даже специалисты из-за рубежа. Ценная реликвия теперь бережно хранится в Актаусском музее. Аскар Кабеденов, Жазера Абиль Жбекжулы, Актау.